МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Министром опасности дорожного движения назвал алтайского чиновника блогер Илья Варламов. Дождаться стабильных морозов и только после выходить на лед советуют рыбакам. Столько было случаев, что провались. А вот это хоть маленько, но помогает. То есть живые остаемся. Барнаульские школьники будут правильно подкармливать птиц изумрудного парка. Ну вот только из правильного тут пшено. А вот это вот все они не клюют. Министром опасности дорожного движения, так, министра транспорта алтайского края Александра Дементьева назвал известный блогер Илья Варламов. Виной всему слова руководителя ведомства о том, что в Барнауле слишком много пешеходных переходов. Варламов, который пропагандирует удобство городской среды, оказался с ним не согласен. Господин Дементьев говорит, что переходы надо делать безопасными. Но при этом совершенно не задумывается о том, что если их количество уменьшится, пешеходы начнут перебегать дорогу там, где им удобно. Эта мера просто будет стимулировать людей нарушать правила, рискуя своей жизнью. Ничего общего с безопасностью она не имеет. А для примера блогер показал улицу Нью-Йорка, где пешеходные переходы через 35 метров и Парижа там через 28. Подытожил он это все статистикой жертв ДТП. Так, при всей загруженности столицы Франции, в Барнауле погибших за прошлый год пешеходов оказалось больше 29 против 19. Такое сравнение показалось алтайскому министру неправильным. Вот что он прокомментировал коллегам. С интересом прочитал статью урбаниста Варламова о безопасности дорожного движения в нашем городе. Единственное поразило сравнение Барнаула со столицей Франции, а не с одним из городов нашей страны. Но речь не об этом, а о том, что каждый человек имеет право на свое мнение. Своё я высказал и от него не отказываюсь. Мнение противоположное услышал и при случае готов на эту тему подискутировать. К слову, прежде Дементьев уже размышлял о приезде Варламова в Барнаул и признавал, в регионе есть что показать блогеру, но и есть то, за что будет стыдно. Кстати, неловко, если Варламов действительно приедет в Барнаул, будет не только Дементьеву, но и ответственным за жилфонд. Барнаульский суд отклонил иск мэрии, которая требовала принудительно переселить семью Чеплыгиных из аварийного дома в ветхое жилье маневренного фонда. Об этом сообщают в организации «Гражданский патруль». Речь идет о жильцах дома 49 по улице 1-я Западная. Это здание признано аварийным, но люди съезжать не хотят, так как предлагаемые условия едва ли лучше. Прежде из-за плохого состояния маневренного фонда заложниками ситуации стали семь семей Барнаула. Некоторых стали переселять в другое аварийное здание, в котором была больница. Правозащитникам удалось отстоять права жильцов. В результате суд отказал мэрии требовать переезда семьи Чеплыгиных. А скоро суд будет рассматривать дело другой семьи из того же аварийного дома. Им власти города выделили квартиру в поселке Центральном, в доме, где протекает крыша. К другим темам. В декабре после масштабной реконструкции откроется Рубцовский драматический театр. Здание является старейшим памятником архитектуры. Ему 90 лет. Это первый капитальный ремонт в его жизни. Реконструкцию драмтеатра начали три года назад в рамках губернаторской программы «80 на 80». На эти цели власти выделили 175 миллионов рублей. Деньги пошли на обновление фасада. Теперь он насыщен на желтый, а не серый. Ремонт помещений и сцены. Кроме того, в театр закупят новую звуковую световую аппаратуру и большой светодиодный экран. Ремонт театра, по словам директора Станислава Спивака, должен был завершиться в октябре этого года. Но сроки немного затянулись. Новая дата 20 декабря. На сцене, в принципе, там завершены работы. Сейчас идет монтаж света. Ну и вот сейчас, я думаю, в ближайшее время будет монтаж звука уже. Делаются лючки под микрофоны. Вот и самое главное сейчас вопрос стоит в монтаже светодиодного экрана. Ну а в остальном, конечно, потребуется время на установку монтаж кресел. Кстати, на время ремонта драм-театр Рубцовска базировался в пятиэтажке. Там был маленький зрительный зал и небольшая сцена. Труппа театра с нетерпением ждет возвращения. Уже 20 декабря в обновленном театре зрители увидят спектакль по мотивам Василия Шукшина «Штрихи к портрету». Детская экологическая экспедиция «Начни с дома своего» завершила свой осенний сезон. Проект, аналогов которому в России нет, по словам организаторов, существует больше 20 лет. За это время тысячи алтайских детей обследовали почти всю Сибирь до озера Байкала и Улан-Удэ. В этом году в рамках завершающей акции школьники развешали в изумрудном парке кормушки. Этой зимой выживут не все. При дефиците корма в городах гибнет до 70% птиц. Пугающая статистика, и Барнаул не исключение. Они могут погибнуть, потому что в морозные дни им нужно кормиться достаточно активно. А если корма нет, то они просто ночь могут не пережить. И, конечно, это очень важно. На каждого жителя 3-4 птицы точно приходится. Если каждый житель покормит 3-4 птички, то все будет хорошо. Эти школьники спасут не один десяток птиц. В Барнауле впервые прошла акция по созданию и развешиванию кормушек. Это завершающий этап эко-проекта «Начни с дома своего». Местом спасения пернатых выбран парк «Изумрудный». Там появилось около 40 столовых для птиц. Достаточно часто делаем эко-кормушки, развешиваем по городу, потому что это самое удобное, самое доступное. Любой ребенок может сделать, с удовольствием сам поедет повесить. Эко-кормушка работает так – в формочку с растопленным жиром засыпают пшеной, семечки остужают и развешивают по городу. Такие угощения для птичек полезны, а вот хлебом кормить опасно. Орнитологи говорят, для пернатых он не питателен и только забивает желудок, вдобавок вызывает дисбактериоз и ослабляет организм. Ну вот только из правильного тут пшено, а вот это вот все они не клюют. Юные экологи создают спасительное для птиц кафе не первый год, поэтому уверены, что их меню птицам понравится. Как думаешь, птица будет хуже то, что положили? Да, она вот идет. Школьники готовы помогать птицам и следующей зимой. Организаторы акции уверены, последней она не будет. А спасать пернатых девчонки и мальчишки теперь настроены круглый год. Надо, чтобы хоть кто-нибудь помогал природе, заботившись о ней. О своих братьях и медицах. Анна Ирбис, Александр Антропов. День с толком. А еще в Барнауле спасают рыбаков пока от необдуманных решений выйти на лед. Сотрудники МЧС советуют любителям зимней ловли дождаться устойчивых морозов и только тогда выходить на озера и реки. На днях инспекторы провели в районе нового Барнаульского моста акцию «Безопасный лед». Наша задача – посчитать количество рыбаков. Вот для этих целей мы сегодня использовать будем квадрокоптер для того, чтобы определить, относится это место к месту массового выхода рыбаков на лед. Как оказалось, рыбаков в акватории Абиубарнаула пока не так много. Тем не менее, с каждым сотрудники ГИМС провели профилактическую беседу и раздали им памятки о правилах поведения на реке в зимнее время. А именно, предупредили, что выезд автотранспорта на лед пока запрещен и вообще находиться на зимнем водоеме или рядом с ним еще небезопасно. К слову, рыбаки не против подобного общения. Столько было случаев, что провались. А вот это хоть маленько, но помогает. То есть живые остаемся. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Валар». До встречи.